1 октября в Щелковском районе стартует отопительный сезон. С понедельника тепло будет подаваться на социальные объекты, затем начнется поэтапный пуск тепла в жилые дома. Пробные топки идут уже с 25 октября. Ио главы районной администрации Наталья Тамбова в рамках оперативного совещания призвала руководителей муниципальных поселений держать эти вопросы на контроле. Я прошу всех глав городских поселений от уверенной вам полномочия, также постановление эти обязательно в порядке сегодня подготовить, держать на контроле. Наталья Александровна вчера информировала вас в 18.00 ежедневно докладывать мне о проводимой ситуации. Подготовка к отопительному сезону затронула порядка 1250 домов и 59 котельных. Также был проведен масштабный ремонт теплоснабжающих сетей. Обсудили на совещании и актуальную тему долгов управляющих компаний. Только мусоровывозящим организациям они должны порядка 20 миллионов. Дважды в неделю мы проводим совещание по задолженности с управляющими компаниями. При этом, несмотря на наличие задолженности в абсолютных цифрах, я должна отметить, что больше 2,5 месяца ни у кого из действующих управляющих компаний задолженности нет. Огромная задолженность населения, огромная задолженность. Хочу обратиться здесь и к депутатам, и к СМИ. Мы начали очень жестко работать с задолженностью населения. Потому что люди должны понимать, что УК сегодня премилиарно долгов в районе населения держит двухмесячную задолженность перед ресурсниками. Она это делает в ущерб содержанию жилого фонда, в ущерб уборке подъездов, ремонту подъездов. Это люди должны понимать. Поэтому начали работать очень плотно и с приставами, и с коллекторскими агентами. Также заместитель главы администрации рассказала о работе с населением частного сектора по заключению договоров на вывоз мусора. Было отмечено, что именно из-за их отсутствия образовывается большинство стихийных свалок рядом с индивидуальным жилфондом. Более 40 мероприятий пройдут в рамках празднования Дня пожилого человека в Щелковском районе. Центральным событием станет концерт в ТКЦ Щелковский театр 1 октября. Александра Гранич, Александр Рожевский, телерадиокомпания Щелкова.